Вечер добрый всем, кто смотрит РГВК Дагестан. В эфире авторская программа «Точка зрения» и с вами я, Улубий Эрбалатов. И сегодня у меня «Оружейная точка зрения». «Прощай, оружие» писал еще в 1929 году в своем известном романе Эрнест Хемингуэй. Нам, Дагестане, еще далеко до этого. Я лично эту тему поднимал в далеком 1999 году после нападения банд международных террористов на Дагестан в статье «Прощай, оружие. Мечта или реальность?». Эта статья была опубликована тогда в газете «Махачкалинские известия». К сожалению, это так и осталось мечтой. На руках у населения еще немало оружия, в том числе незарегистрированного. Не скажу, что попытки изъять его не идут все эти годы, но идут они как-то вяло, на мой взгляд. Вот на днях премьер-министр Дагестана Абдул-Патах Амирханов подписал постановление, согласно которому за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будут увеличены выплаты. Так, например, за сданный пистолет будут платить вместо 45 55 тысяч рублей, а за автомат 80 тысяч. Эта программа действует в республике с 2014 года и называется «Оружие-выкуп». Нужно отметить также, что гражданина, сдавшего оружие, освобождают от уголовной ответственности, если, конечно, из этого оружия не было совершенного преступления. С моей точки зрения, все это пряники, а нужен еще и кнут. За прошедшие 7 лет можно было уже понять, что операция по изъятию оружия буксует. Все, кто добровольно хотел сдать оружие, сделали это. Теперь нужно поставить четкие сроки. Квартал, полгода, год и все. Но государство должно заявить, все, кто не успел, мы не виноваты. Будете теперь нести уголовную ответственность. Точка. Почему это так важно? Не зря говорят. Даже палка иногда стреляет. Что уже говорить об огнестрельном оружии в руках наших горячих парней. С моей точки зрения, применение огнестрельного оружия, за исключением самообороны и защиты семьи, свидетельствует о полном отсутствии человеческих качеств у данного индивида. А учитывая, что количество неадекватных личностей, да и просто больных на голову растет, наличие оружия превращается в угрозу окружающим добропорядочным гражданам. Некоторые ссылаются на США, мол, у них свободная продажа оружия. Но даже у них, где уровень жизни выше, а уровень коррупции ниже, опыт негативный, на мой взгляд. Сколько массовых убийств там происходит с использованием огнестрельного оружия? Несчесть. Нужно отметить, что и на федеральном уровне озаботились этой проблемой. В прошлом году были внесены поправки в закон об оружии. Ряд положений ужесточены. Подняли и возраст для приобретения оружия. Вместо 18 лет теперь это 21 год. Но самое главное, каждый ствол должен быть на учете, чтобы баллистическая экспертиза после совершения преступления по пуле моментально позволяла бы выйти на хозяина оружия. Вот я всю свою жизнь прожил без огнестрельного оружия на руках. И ничего, жив и здоров. Был в разных странах и городах России. Сталкивался по молодости, конечно, с ситуациями, когда не самому угрожали огнестрельным и холодным оружием. Но жесткое и правдивое слово оказывало на этих нетоварищей отрезвляющее действие. Так что иногда слово сильнее оружия. Да будет так. А у меня на сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова